Скрытый мир, в который так неохотно допускают чужих. На фото-выставке Сергея Козлова сдержанные и искренние, суровые и эмоциональные – Дагестан и Армения. Девять лет путешествий и десятки сёл, изъезженных в основном автостопом. Чтобы снять обычную улицу, приходилось везде становиться своим. Например, несколько дней ждать, пока при виде камеры жителя перестанут недоверчиво прятаться. Свою выставку в Пензе автор назвал «Встречи в пути» – «Горцы». Со своими героями, как говорит художник, беседовал редко. Характер воспринимал исключительно через объектив. Но вдохновение для него всё же нечто большее, чем только лишь внешняя красота. Личный интерес и желание передать своё видение, сохранить то, как я эти места вижу, вот этот колорит, вот эту историю, даже там уже уходящую, но тем не менее ещё живую, сохраняющуюся как-то. Хотелось выстроить снимки и впечатления разных лет в что-то в одно большое, яркое, по возможности цельное. Как говорят зрители, автору удалось поймать суть очень обособленного уклада жизни. Его часть – небольшие посёлки, окружённые камнем, высокогорные храмы, неторопливая игра в кости во дворе или профессия соливара. Для героя этого снимка Магомеда такой тяжёлый труд семейный и передаётся из поколения в поколение. Несмотря на то, что это тяжёлый труд, при общении с Магомедом я всегда видела только улыбку на его лице и как он с энтузиазмом рассказывает о своей работе. Мне вообще фотографии Сергея зацепили, зацепили именно эмоциями людей. То есть, когда я смотрю на текущие кадры, я вижу живых людей. И это ценно. Ирина Грушанина – участница туристического проекта «Кавказская тропа». Девушке было особенно приятно снова увидеть тех, с кем доводилось общаться лично во время своих исследований. Снимки Сергея заинтересовали путешественников настолько, что они договорились с ним о сотрудничестве. Эта экспозиция в доме Бадигина – первая персональная выставка в жизни фотографа. Для меня эта атмосфера именно какой-то другой ментальности. Потому что мы, русские, привыкли к своей среде. На Кавказе я лично никогда не была. Поэтому я с большим интересом рассматриваюсь с ним к Сергею. Автор сознательно выстроил фотографии не по хронологии. Выставка начинается с общего представления о том, что такое город или село на Кавказе. Затем подробное изучение характеров и лиц. В финале персонажи прощаются со зрителями, как с хорошими знакомыми. В доме Бадигина увидеть фотографии Сергея Козлова можно в течение месяца.